Здравствуйте! К вашему вниманию представляется курс видеолекции по дисциплине «Надежность систем управления». Видеолекции содержат учебный теоретический материал познавательного характера, способствуют формированию профессионального мышления и развитию практических навыков. Пятая лекция «Принципы оценки надежности систем управления и количественные характеристики основных показателей». Рассмотрим последовательность оценки надежности систем управления, закон Пуассона, экспоненциальный закон надежности, вероятность безотказной работы и появление отказов, частота и интенсивность отказов. Цель – изучение принципов оценки надежности систем управления, систематизация количественных характеристик основных показателей надежности систем управления. Используя наиболее употребляемые ключевые слова, для достижения поставленной цели приступим к рассмотрению вопросов, предусмотренных планом. Оценку надежности систем управления проводят с учетом надежности только технических средств, надежности технических средств, особенности программи алгоритмов, а также действия обслуживающего персонала. Выбор показателей надежности и расчет их значения производится несколько раз, начиная с технического задания с разными целями для уточнения при замене технических средств и т.д. Если исходить из того, что поток отказов обладает свойствами стационарности, ординарности и отсутствия последействия, то есть является простейшим потоком случайных событий, как это допускается для инженерных расчетов основных показателей надежности, то такой поток случайных событий подчиняется закону Пуассона, которая имеет вид. Где Пи с индексом МТ, вероятность того, что в интервале времени Т произойдет М отказов. А это среднее число отказов М за время ТЕ, основание натурального логарифма. Симеон Дени Пуассон проживал в XIX веке, в месторождении Франция, научная сфера, математика, механика, физика, известие как распределение Пуассона, уравнение, скобки, интеграл Пуассона, коэффициент Пуассона. Если ввести понятие интенсивности отказов за единицу времени, то предыдущая формула преобразуется к виду, где лямбда – это интенсивность отказов, Т – время эксплуатации системы. Для полного набора несовместных случайных событий справедливо выражение вида. Разложив правую часть уравнения в ряд по степеням М, получим следующую последовательность. Обратите внимание, то есть степени М в знаменателе, она как раз будет иметь вот такие численные значения, факториал. То есть первый член ряда получен из условия того, что число отказов М в интервале времени Т равно нулю. Следовательно, это и есть вероятность безотказной работы системы в интервале времени Т, который мы обозначим П в скобке Т. Так как поток отказов является простейшим, то он обладает свойством стационарности. В связи с этим вероятность безотказной работы графически представляется экспонентой. Поэтому формулу иногда называют экспоненциальным законом надежности. Вероятность безотказной работы это вероятность того, что в заданном интервале времени в системе или элементе не произойдет отказ. Статистически определяется как отношение числа элементов, безотказно проработавших до момента времени Т, к первоначальному числу наблюдаемых элементов. Число работоспособных в течение времени от нуля до Т элементов будет определяться следующей разницей, где Н в скобках ноль, то число отказавших за время ноль Т элементов. Очевидно, что вероятность безотказной работы будет находиться в пределах от нуля до единицы. При нулевом значении равна единице, при значении бесконечности стремиться к нулю. Если рассмотрим аналитику решений определения вероятности безотказной работы при заданном интенсивности вероятности времени, используя формулу экспоненциальной зависимости, и построим характеристику вероятности безотказной работы, то она будет изменяться следующим образом. Обратите внимание на изменение, так называемая экспоненциальную зависимость, то есть вероятности безотказной работы при постоянном интенсивности отказов. Если ввести понятие вероятности появления отказов, обозначим Q в скобке Т в интервале времени Т, то получим следующее уравнение. То есть вероятность появления отказа – это вероятность того, что в заданном интервале времени произойдет отказ. Статистическая оценка определяется соотношением числа отказавших за время элементов к первоначальному числу наблюдаемых элементов. Таким образом, всегда имеется соотношение, что сумма вероятности появления отказа и вероятности безотказной работы всегда равняется единице. Соответственно, вероятность появления отказа находится в пределах от нуля до единицы, при нулевом значении равно нулю, при бесконечности стремиться к единице. То есть, если бы рассчитать, согласно этих формул, при заданном интенсивности отказов и времени определенного диапазона, рассчитать и построить характеристики, то получим следующую картину. Обратите внимание на изменение вероятности появления отказа. То есть, количественной характеристикой оценки надежности является частота отказов. Это производная от вероятности появления отказа, означающая вероятность того, что отказ элемента произойдет за единицу времени t, t плюс дельта t. Для определения величины частоты отказов можно использовать следующую статистическую оценку. То есть, соотношение числа элементов, отказавших в интервале времени, на первоначальное число наблюдаемых элементов умножены на дельта t. Точность статистической оценки возрастает с увеличением первоначального числа наблюдаемых элементов и уменьшением временного интервала дельта t. Частота отказов – это вероятность безотказной работы и вероятность появления отказа, связанные следующими зависимостями. Интенсивность отказов – это условная вероятность отказа после момента времени t за единицу времени дельта t при условии, что до момента t отказа элемента не было. То есть, интенсивность отказов связана с частотой отказов и вероятностью безотказной работы следующим соотношением. Так как вероятность безотказной работы меньше единицы, то всегда выполняется соотношение, что интенсивность отказов всегда больше или равна к частоте отказов. Статистически интенсивность отказов определяется отношением числа отказов в интервале времени t, t плюс дельта t к числу работоспособных элементов в течение времени от 0 до t умножено дельта t. Различие между частотой и интенсивностью отказов – частота отказов характеризует вероятность отказа в интервале от t плюс дельта t элемента, взятого из группы элементов произвольным образом. Причем неизвестно, в каком состоянии работоспособным или неработоспособным находится выбранный элемент. Интенсивность отказов характеризует вероятность отказа за тот же интервал времени элемента, взятого из группы оставшихся работоспособными к моменту времени t элементов. Отметим важную особенность, вытекающую из предыдущих формул для высоконадежных элементов систем. Если вероятность безотказной работы больше и равно 0,99, то примерно интенсивность отказов и частота отказов будут равны. Поэтому в практических расчетах возможно при указанном условии взаимная замена частоты отказов и интенсивности отказов. Интегрируя выражение 5.14, получаем формулу для определения вероятности безотказной работы в зависимости от интенсивности отказов, используя экспоненциальную зависимость. Выводы отказа рассматриваются как случайный поток отказов, поэтому подчиняются закону Пуассона. Вероятность безотказной работы, вероятность того, что в заданном интервале времени в системе или элементе не произойдет отказ. Вероятность появления отказов, вероятность того, что в заданном интервале времени произойдет отказ. Вероятности безотказной работы и появления отказов графически представляются экспонентой, поэтому подчиняются экспоненциальному закону надежности. Сумма вероятности безотказной работы и появления отказа всегда равняется единице. Частота отказов – это производная от вероятности появления отказа, означающая вероятность того, что отказ элемента произойдет за единицу времени. Интенсивность отказов – условная вероятность отказа после момента за единицу времени при условии, что до этого момента отказа элемента не было. Интенсивность отказов – это отношение числа отказавших элементов в единице времени к среднему числу элементов, исправно работающих в данный отрезок времени, при условии, что отказавшие элементы не восстанавливаются или не заменяются исправными. В практических расчетах возможно при определенных условиях взаимная замена частоты и интенсивности отказов. На самостоятельную подготовку данные контрольные вопросы и перечень рекомендуемой литературы. Используя рекомендуемую литературу и другие источники информации для изучения контрольных вопросов, вы можете обобщить и закрепить данный материал. А полученные знания будут полезны вам как в учебном процессе, так и в дальнейшей вашей профессиональной деятельности. Спасибо за внимание! Продолжение следует...